Всем привет! Давайте приготовим очень вкусные домашние цукаты. В нашей семье очень любят разнообразие цукатов, но не всегда есть возможность их купить в магазине, так как они очень дорогие. Домашние цукаты получаются ничем не хуже магазинах, а даже лучше. Для этого нам понадобится... У меня большой горбуз, будем делать горбузовые цукаты, так как сезон. Нужно очистить его, убрать всю внутренность и разрезать на такие вот кусочки. Они такие не толстые, не тонкие, чтобы удобно было потом уложить их в сушку. Понадобятся нам апельсины и лимон. На 2 кг у меня тыквы, 1 апельсин и пол лимона. Многие делают рецепт без сахара, но мне нравится с сахаром, с апельсином, с лимоном. Также я добавляю сюда сок лайма, наверное грамм 20 может быть. Все это оставляем на ночь для того, чтобы все пустило сок. Вот у нас сколько жидкости. Теперь нам нужно это все довести до кипения. Проварить 10 минут и оставить до полного остывания. После того, когда остынет, еще раз довести до кипения и выключить. В таком варианте цукаты получаются очень вкусные. Гарбуза почти не чувствуется. Вот у нас закипело уже второй раз. Затем нам нужно всю внутренность шумовкой выловить. Куда-нибудь переложить для того, чтобы немножко остыло. Вот они у нас здесь. И сироп, который у нас остался, нужно его уварить и буквально сверху залить. Затем вылаживаем в сушку. И сушим у меня ушло, наверное, часов 12. А с того сиропа, который остался, мы его уварили. И у нас получился такой прекрасный тыквенно-апельсиновый сироп или мед. Не знаю даже, как его назвать. Здесь он очень горячий, поэтому еще такой вот редкий. Но когда он застынет, он будет густой, как мед. Можно добавлять любые пропитки тортиков, сироп, к чаю. В общем, найдете свое применение. Нет такого безысходного положения, с которого бы мы не вышли. Зачем такую вкусность выбрасывать? Можно желе даже сделать, мармелад какой-нибудь. Все, прошло время. У нас закончилась сушиться наша тыква с цукатами. С какими цукатами? С апельсинами. Они такие мягкие получаются. Можно довести, чтобы были как чипсы, но мне не нравятся. Мне нравится, чтобы они такие размягченные более были. Хранятся очень долго. Если, конечно, не съесть. Апельсины с лимоном убираю в баночку. Потом добавляю в чай. Потому что они очень твердые, сама шкурка. И храню в баночках. Просто под закрытой крышкой. Тыквенные цукаты нам нужно все это пересыпать кукурузным крахмалом. Либо же обычным картофельным. Для того, чтобы они не слипались между собою. Когда будут храниться. И все то же самое укладываем в баночки. Тыква сильно не чувствуется. Я надеюсь, вам понравится такой рецепт. Будете готовить. Так как сезон тыквы. Куда еще можно тыкву девать? Храню вот в таких вот баночках. Всем приятного аппетита.